Всем привет! Сегодня мы вместе с вами нарисуем символ наступающего нового года тигра. Хочу напомнить, подписывайтесь на канал, чтобы следить за выпуском новых видео. Может показаться, что нарисовать тигра сложно, но это не так. Давайте приступим и я вам все объясню. Начните с того, что разделите лист прямыми линиями по горизонтали и по вертикали. Так легче будет разместить рисунок по центру. Вообще рисуйте как можно больше дополнительных линий, они вам будут помогать в создании рисунка. Так, к примеру, нарисуйте шестиугольник, это расположение головы, нарисуйте уровень глаз, расположение мордочки, ушек, нос в виде треугольника. Когда вы наметите расположение всех частей головы, можете начинать детальнее рисовать. Я начала рисовать с носа, а потом перешла к глазам. Но мой тигренок стал более похож на мишку, поэтому после того, как я нарисовала глаза, я решила перерисовать нос. Чтобы нарисовать нос, проведите от внутренней стороны глаз две прямые линии вниз. Это будет ширина носа. Нарисуем треугольник, это будущий носик, и сразу можем его детально прорисовать. От носика постепенно переходим вниз, рисуем мордочку. Вся линии старайтесь рисовать легко, сильно не надавливая на карандаш. Особенно, когда рисуете дополнительные линии, ведь со временем их придется вытереть. Продолжение следует... Легко намечаем границы головы, рисуем ушки, глазки и можем еще нарисовать окраску тигра. Я рисую самые большие полоски на его шерсти. В процессе рисования красками я еще несколько дорисую. Я рисую самые большие полоски на его шерсти. Когда рисунок карандашом готов, обвожу его линером и приступаю к работе красками. Смешиваю два цвета, ультрамарин и сепия. И прозрачным цветом рисую самые светлые места на шерсти. Это по краям, возле глаз, на мордочке и ушках. Цветом охра закрашиваю остальные участки. Цвет еще не высох, но мы уже можем рисовать дальше. Тем же цветом охра можно добавить каплю оранжевого. Рисуем темные участки на носу, под глазами, возле ушек и под головой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Дальше еще раз проходим тем же цветом по краям носика, под глазами и немного на ушках. Так вот еще несколько раз пройдусь по рисунку, при этом рисую штрихами, имитируя шерсть. Цветом сепии рисую по краям ушек, а в середине этим же цветом рисую шерсть, а потом чистой кисточкой растягиваю цвет. Глаза у моего тигра будут зелеными. Этим цветом полностью закрашиваю глаза, при этом цвет должен быть прозрачным. Розовым прозрачным цветом рисую носик. Потом цветом сепии, а тоже легким, водяным, рисую структуру шерсти в самых светлых местах. Черным цветом рисую зрачки, при этом оставляю белые блики. Можно также полностью покрыть их цветом, а когда краска высохнет, нарисовать блики белой акриловой краской. Еще черным цветом я подведу глаза нашему тигру. Полоски на теле тигра я не хотела рисовать чисто черным. Чтобы рисунок получился более мягким, я опять взяла цвет сепия. Полностью закрашиваю все полоски, которые я ранее нарисовала, а также дорисовываю новые, более мелкие. Помним о том, что мы рисуем шерсть, поэтому линии не должны быть четкими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На шее под головой ставлю тени коричневым цветом и растягиваю его вниз. Хоть краска и не высохла, сразу рисую полоски на теле. Края головы светлые. Чтобы выделить голову, нам надо нарисовать темный задний фон. Или же можете, как я, нарисовать контур головы. Оранжевым цветом ставим брызги. Я забыла нарисовать черные тени на носике у тигра, но это не беда. Еще не поздно дорисовать. Белой акриловой краской нарисуем тигру усики и поставим блики на глазах. Готово! Можем подписывать работу. Всем большое спасибо, что рисовали со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем творческих успехов! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok